Ах, мама моя, мамочка, на улице зима, Вся жизнь моя столичная, садомик и тюрьма, Стану ли разгуливать, добьюсь ли своего, Не хочется здесь выстоять, а больше ничего. Приветствую вас, верные, беспечные друзья, Да здравствует булыжная провинция моя, И я ни с кем не спутаешь, по небу пыли столбом. Ах, да-да-да, родина за дальним рубежом. На самом деле я написал про Молдавию, песню «Позаимнись, тихо по имени». Это про Молдавию? Конечно, конечно, «Позаимнись, тихо по имени». Прогородцы. Там кивает «Селение Самородины», «Позаимнись, тихо по имени». Это по его род darle, об этом никто не знает. А вот, видишь, никто не знает, а эта песня именно... Поэтрина эта бы все России, а маленькая родня у меня «Позаимнись, тихо по имени». Да, конечно. В молодости очень хорошо прорывался бандой, все прорывались банды. И машинисты, символисты, акмеисты, куртуарные моделисты, все начинали, а потом распадаются, это нормально. Единственное движение, которое не распалось, если не ошибаюсь, было французское, в течение XVI веке. Но они были, мне кажется, любители, они любили просто литературу, там любители изящного чтения, что-то такое было. Но два цвета расшел, а самый большой их срок. А вы сейчас, ваши убеждения соответствуют принципам вот этого ордена? Ну, конечно, я всегда говорю, что куртуарный манеризм это я. Как король Людовик Солнце говорил, французское государство это я, точно так проговорю. Так что, потому что я его придумал, я его и несу гордо. Ну что, там в углу угла ставятся какие-то чувственные ощущения, наслаждения? Ну просто, не, нужно просто помнить, когда возник, куртуарный манеризм, возник в чудовищные времена, когда все начали поливать грязь в свое прошлое, начали выискивать врагов, начали какие-то ужасы. То Сталин им помешал, то Брежнев, а мы говорили, что самое интересное в мире, это связано с женщиной. У всякого человека, даже тот, который поливает грязью Сталина и поливает грязью Брежнева. Но ваш орден возник не в самые мрачные времена? Замечательные времена возник, тогда были не самые мрачные, это был 88-й год, ну уже брожение такое было, уже чувствовалось, что я терпеть не мог всегда. Времена перемен уже чувствовались, и уже народ бегал по демонстрациям, мне считается это глупо было, потому что я считал, что большая это глупость, потому что об этом написано. Все, кто бегает по демонстрациям, они просто плохо знают мировую литературу, а один философ написал очень хорошо. Глупо, будучи пассажиром, бегать по палубе корабля и указывать капитану, куда пойти.